Приветствую вас, Ксения. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, наверное, нужно спросить, уточнить у вас какого ответа, что ли? Вы конкретно ждёте, то есть, какого ответа, какой помощи вы хотели бы, потому что помощь, она бывает разная, и ваша проблема, она, как вы, я надеюсь, понимаете, системная в целом. И связанная далеко не с ребёнком, ребёнок только эту проблему обозначил, показал, но сама проблема находится не в ребёнке, сама проблема находится немножко в другом. И что вы хотите с этим делать? Потому что написали вы много. Обязали достаточно много моментов, что и в город вы переехали против своей воли, и... И с мамочками вы общаетесь, то есть, такая вот родительская... Родительская комьюнити с класса складывается или сложилась. И с мужем проблемы, и реализации нет. И раздражение постоянное, ибо человек вы достаточно спокойный, размеренный, вам хочется побыть в себе. Звуки вас раздражают, постоянно вот в... Ну, нарушение личных границ, да, происходит у вас. То есть, вы описали достаточно много всего. Но варианты решения, которые вы предлагаете, это попить успокоительно. Ну, как вы сами пишите, это не помогает, да? Нужна терапия. Нужна психотерапия. Вот. Но, опять же, не совсем понятность есть, если у вас запрос... На неё. На психотерапию. Там ещё есть ощущение, что... Забросов такого нет. В чём ключевая и главная проблема? В том, что вы не доверяете себе, в том, что вы не отстаиваете свои интересы, в том, что вы их не продвигаете. Вот. И в том, что вы не живёте в... Ну, живёте или жили, идеализируя некоторые ситуации, идеализируя некоторые истории. Вот. Ну, в частности, вы начинаете свой запрос с... Того, что... Описываете, какой... По-вашему, должна быть мама? Как... По-вашему, она... Она... Должна себя вести и... Что, по-вашему, вообще, она должна делать? Мама. Да? Вот. При том, что... Совершенно вы этому... Образу не соответствуете и... В общем-то... И... Откуда-то идеализация здесь... Берётся и возникает. Откуда-то возникает вопрос... Хороший, связанный с... В первую очередь эмоциональной... Ээээ... Потребностной... Эээ... Сферой... Вашей, потому что... Эээ... Так вы выражаете свои... Эээ... Желания, так вы выражаете свои эмоции, да? Вот. Но в первую очередь, тут вот именно сложно в том, что вы не... Эээ... Продвигаете свои интересы. Эээ... Эээ... Не реализуетесь... С одной стороны, да? Вот. А с другой стороны... Вы... Эээ... Как будто бы... Вот... Что называется... Эээ... Эээ... Спешите... Эээ... Спешите... Эээ... Ну... Спешите... Быть в отношениях... Спешите... Эээ... Спешили... Точнее... Спешили... Эээ... Эээ... Семью завести... Эээ... 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 Там и прочее, прочее, прочее. Вот. Вопрос... Эээ... Эээ... Заключается, правда, в том... Для чего? И... Эээ... Почему так... Вам это было важно? Да? Ну, это уже... Вопрос... Немножко-немножко... Понятное дело другой. И ребенок тоже, как и ожидания у вас... Бля, от ребенка... Ну, вот. Особенно при... Отсутствие, как раз, реализации. Ну, все. Утикается в это. И... Эээ... Свои чувства вы подавляете. Себя саму вы подавляете. Ну, естественно... Естественно... Ваши... Эмоции... Прорываются... Прорываются... Вот... В... 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 Вспышек... Вот... Которые... В... Вашим чувствам необходимо... На... 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 Находить... В... В... Вот... И далее вы попадаете в ловушку, когда... Те чувства, которые подавляются... спонтанно, взрывообразно выражается, а после начинается чувство вины и так далее, и так далее, и так далее. Вредите ли вы ребенку? Да, вредите, но вредите не столько его психике, сколько формируете не очень хорошее поведение, которое через подобные вспышки последующего вину позволяет ему получать то, что он хочет. Ну, понятно, это немного в будущем, но очень важен этот момент. Вот почему вы не доверяете себе, как вы пришли в семью и решение проблемы собственной реализации, а также продвижение своих интересов, в частности, обязательно, я бы сказал, критически, критическое, жизненно необходимое, жизненно необходимое решение здесь, это нанять няньку, сиделку у кого-то, кто присматривал бы за вашим малышом, чтобы вас разгружать, это необходимое решение, вот. А вас, в принципе, можно понять, у вас остались одна, по сути, у вас только роль матери, роль жены и все, по большому счету, хоть вы ездите куда-то, но все равно это не то, это не то. Вот. И да, вы чувствуете, то есть, если себе не принадлежите, это абсолютно верное решение, абсолютно естественное здесь, ну, вот, оно адекватно, то есть, вы действительно себе не принадлежите, потому что, по сути, для себя вы не делаете ничего и свои, вот, опять же, повторюсь, свои интересы, да, вы не продвигаете. Это такая вот жертвенность, типа, вот, я ради ребенка, там должна, значит, быть, ну, не быть, точнее, не быть сама собой, да, вот. Ну, как вы видите, сами ничего хорошего из этого не получается, да и не может, не может получиться, получиться, в принципе, в принципе, потому что, ну, как бы, нельзя быть, нельзя дать счастье ребенку, да, будучи несчастной, вот, самостоятельной. Это невозможно сделать, к сожалению, вот, поэтому здесь вам требуется такой вот планомерный системный подход, планомерное системное решение ваших глобальных проблем, которые, я повторюсь, находятся не в ребенке, не в чувстве вины, а в вашей неуверенности в себе, в отсутствии доверия к себе, отсутствии принятия себя, вот. Вероятно, в некой такой тревожности по поводу личной границы, ощущения незащищенности, вот, и в том, как, в том, что представляет из себя ваша потребность в тишине, например, ваша потребность в... в каком-то таком уединении, да, то есть, с чем это связано, опять же. То есть, если это попытка как-то вот не терять контакт с собой, чувствовать себя, то это одно. Но тут всё понятно. И, в общем-то... Ну, в семье не получается так. Опять же, здесь вот непонятно, вы вроде как любите уединение, но в то же время вы кодите замуж и рожаете ребенка. Это вот противоречие. Ну, вот. Есть только, вот, ощущение, что либо вы живете в достаточно идеализированном мире, либо... ну, и, вот, требования к себе такие выдвигали, выдвинули, что вот я должна создать семью ради ребенка всякая такая... в том, что даже проигнорировали собственную реализацию. То есть, когда человек вот ставит семью, да, там, выше собственной реализации, то... это вот при условии возможности человека растворяться в других и при условии принятия другими людьми этой возможности без негативных каких-то последствий, да. Ну, это достаточно специфичное развитие событий. У вас это вот специфичное развитие событий не произошло, потому что вы нуждаетесь в том, чтобы быть собой. Ну, вот. А... По факту вы себя предали, потому что вы... Сперва то нужно реализоваться самой, да, сперва то нужно обрести какую-то устойчивость, какой-то вот такой фундамент твердый, да, и прочее. Вот. А... Соответственно, вообще потом все остальное, ну, важно, получить не получилось. И опять же здесь очень важно то, как вы к этому пришли. Вот. Ам... Что касается мужа, который перестал вас привлекать сексуально, отрасил животик, порой подбородок и заматерел, ну... Ну... Как бы... И то, что вы вот... Перестали время проводить вместе из-за ребенка. С одной стороны, естественно. С другой стороны, опять же... Ну, то есть, с одной стороны, то, что вы описываете, это нормально, да. То есть, такое вот бывает. Ну, вот. Я имею ввиду, в плане... В плане уменьшения проведения времени. Вот. Это такое, прямо, испытание для... Сопруга. Вот. Ну, а с другой стороны, вы не мотивируете своего мужа на перемены. Вы не мотивируете своего мужа на то, что у вас оставаться в форме. А... Напротив, муж, он расслабился сейчас, вот, с точки зрения, и, по большому счету, им... Ну, имеет то, что ими... Имеет. Зачем ему, там, условно, что-то делать, если вы так и... Вот. То есть, это... Отражение того, как вы видите себя. Отражение вашей самооценки. Вот. И если вы... Всяп... Погружаетесь в... Материнство, да... Если вы не занимаетесь собой, если вы не реализуетесь, если вы зависит только от мужа, если вы сходите на дома с ребенком, то, конечно, муж вряд ли будет больше вас ценить. Даже при условии, если он благодарен вам за то, что вы, там, ему родили за ребенком, так и так вот. Вот. Поэтому нам предстоит достаточно серьезные изменения в жизни, если вы хотите быть счастливой и хотите сохранить семью здоровой и... Ребенком здоровым, в частности. Вот. Но для этого требуется достаточное количество усилий, времени и средств, если вы собраетесь работать со специалистом. Вот. Поэтому... Решать исключительно... Исключительно вам. Никакого совета... Ответа на вопрос здесь нет и быть не может в принципе. Вот. Повторюсь, первое, что необходимо, это освободить ваши ресурсы для преобразования. Потому что сейчас вы находитесь в постоянном напряжении. Как вы это сделаете? Без разницы, без разницы, но если вы этого не сделаете, будет только хуже. В дальнейшем, когда ресурсы для преобразования появятся, уже можно будет о чем-то говорить. Можно будет этот ресурс направлять на различные виды деятельности. Вот. К сожалению, примерно так. Что касается чувства вины, то видите ли, вот чувство вины очень интересный феномен. Связан он со следующими вещами. Человек, который себе не доверяет, а вы себе не доверяете, мы это уже поняли, живет в состоянии таком, постоянной тревожности, угрозы. Да, вот вы говорите, что муж приходит, включает музыкальный фон, вы сами дома без телевизора. То есть, тут как бы уже вопрос, да, по поводу того, насколько вы вот совместимы с мужем. А человек, который себе не доверяет, не доверяет своим чувствам, достаточно сильно подвержен внешнему воздействию. К тому же музыкальному фону, той же идеализации и прочее, прочее, прочее. Действуем ребенком, кстати говоря. И длительное игнорирование себя приводит к вспышке, называющей чувство вины. Потому что вспышка чрезмерная, как кажется вам. И такой быть не должно. В этом есть верную истину. Правда, верную истину здесь исключительно вторичную. Но вами оно воспринимается как первичную. То есть, вы не смотрите на то, что, а почему так вышло. Вы смотрите на то, ух, как это ужасно. Что, кстати, позиция жертвы. И я бы порекомендовал бы вам изучить психологическую игру. Даже не игру, а вот с треугольным картом для начала. Вот. И семейные психологические игры, я уверен. Вы найдете что-то, во что вы играете с мужем, во что вы играете с ребенком. Сейчас. Вот если вы описываете этот взрыв. Когда человек подавляет, подавляет, подавляет. Потом в определенный момент себе разрешает взрыв, но расплачивается за это чувство вины. Так вот, чувство вины дает особое состояние. В нем, в нем, в состоянии чувства вины. Человек хорошо понимает, как можно, а как нельзя. Как правильно, а как неправильно. То есть, с одной стороны человек вроде бы страдает, с другой стороны для него все понятно. Вот абсолютно все понятно. Что он тут поступил плохо, надо было по-другому, что я плохой, я ужасный, ай-яй-яй. Именно для этого, для снятия тревожности, для снятия сомнений, человек, человеку нужно чувство вины. Соответственно, вы будете снова и снова оказываться в нем до тех пор, пока не научитесь доверять себе. Воспринимать какие-то вещи, даже без сомнений, свои внутренние проявления, уважать их, продвигать их и ставить пред фактом других людей. Вот. Не будете этого делать, не будет вас уважать. И муж, соответственно, не будет вас привлекать сексуально. С другой стороны, сексуальная привлекательность партнера при условии, при наличии, скажем так, любви, ну как-то не в физическом плане. Если вы любите своего мужа, то, как бы, это направлено все-таки на внутренний духовный мир, который вы любите, с чем, соответственно, и связан секс. А внешняя привлекательность, ну, это все-таки такой фактор, который может меняться в зависимости от времени, от болезни, от возраста, от работы, от каких-то происшествий и прочее, 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 прочее. Кто-то знает, может быть, ваш муж просто к полноте, к полноте вот склонен и все. Да? Вот поэтому здесь немного странно, то, что вы говорите в контексте сексуальной привлекательности мужа своего. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.